Сегодня хочу рассказать вам об особенностях позиционирования и продвижения строительных компаний в социальном инфополе. И, конечно же, в качестве примера я не могла не выбрать яркого представителя строительной отрасли, компанию СУ-155. Давайте начнем с заказчика. Кто у нас заказчик? В какой-то момент заказчик понимает, что ему необходимо выходить в социальное инфополе. При этом, так как ранее таких задач не стояло, специализированных служб и людей, которые знают, как весь этот механизм работает, у него нет. Конечно, у всех есть свои профайлы на Фейсбуке и так далее, но это не значит, что мы знаем, какие возможности нам дает, какие возможности дает нам социальное инфополе, какие риски нас ожидают. Это не ведение своего лайф-джорнала. Соответственно, заказчик не понимает, какой должен быть процесс работы, какие технологии, инструменты надо задействовать, какие департаменты внутри компании должны быть задействованы. Из этого всего он не понимает, как вообще оценивать эффективность социальных медиа, не понимает, какие KPI надо выставлять подрядчику, не понимает вообще, что делать. Более того, он еще связан с такими сложными целевыми аудиториями, как инвесторы, чиновники и представители СМИ. Ну и чтобы совсем картинка была полная, я чуть-чуть углублюсь в строительную отрасль. Что такое многопрофильная компания федерального уровня? Это более 50 тысяч сотрудников, это свои заводы, подрядные и субподрядные организации, отделы продаж, реализации, оформления. То есть это большое количество людей, которые задействованы и влияют как на сроки строительства, так и на процесс оказания услуг. Кроме того, на крупные компании всегда будет влиять макросреда. Ну и с другой стороны, у нас есть поставщик услуг, который прекрасно знает социальные медиа, но не понимает всех этих нюансов бизнеса и не понимает внутренних процессов. Что происходит, когда встречается заказчик и поставщик услуг? Заказчик не может четко сформулировать те цели, которые он хочет достичь в социальных медиа, дает только общую информацию о себе. Соответственно, подрядчик на основе этого маленькой верхушечки айсберга информации и своих каких-то представлений, таких как большая компания, большие проблемы, составляет смету с огромным бюджетом, но обосновать его для заказчика, обосновать эффективность использования этого бюджета он не может. Таким образом, нам нужен некий мостик, то связующее звено, которое поможет и заказчику, и поставщику услуг. Это стратегия. Стратегия нам позволит правильно определить цели компании в социальных медиа, определить каналы для их достижения, разработать механику, что пишем, где пишем, где работаем с позитивом, где работаем с негативом. Также мы определим временные рамки и поставим своеобразные KPI на каждом этапе, потому что иногда это может быть KPI, как собрать группу людей, а иногда это может быть KPI, снижение негатива в 2-3 раза и так далее. Более того, мы заранее просчитаем риски. Я на них чуть-чуть подробнее остановлюсь, потому что у нас строительная компания. Какой риск? Создаем белую пушистую группу, в которой ожидаем потенциальных клиентов. И тут наши инвесторы пишут, а у нас задержка сроков. Все встречаются, я думаю, кто покупал квартиры, знает, проблем очень много. И заказчик, в свою очередь, понимает, что решить он их не может. Это общая ситуация по рынку. Кроме СУС-155, это и ДСК, это и Мортон, и ПИК. Все строительные компании крупные, они в этом замешаны. Поэтому просто удалить сообщение мы не можем. Это будет неэффективно. Более того, это может повлечь вторую волну негатива. Об этом надо говорить заказчикам заранее, предупреждать его и разрабатывать те методы, которые будут эффективны. Ну, и я говорила, что компания большая, соответственно, у нас много сотрудников, и даже если 10% есть свои профайлы в социальных медиа, то как с ними работать, как это использовать на благо имиджа компании, как не допустить обсуждений каких-то негативных реакций относительно работодателя. Это тоже надо прописывать стратегии. Все это вкупе поможет нам и оптимизировать бюджет, и обосновать его. Но кто должен разрабатывать стратегию? Заказчик, который знает свою компанию, знает все нюансы, знает все свои департаменты, прекрасно, но не знает социальных медиа. Поставщик услуг, который знает социальные медиа, хочет получить максимальный бюджет, при этом не зная всей специфики отрасли. Он не может элементарно ответить на вопрос, что мне делать, если у меня там сорваны сроки строительства. Он так или иначе будет всегда обращаться к заказчику. Мы можем прибегнуть к третьему пути. Это консультанты. Я чуть-чуть остановлюсь на них. Какие требования мы должны предъявить консультантам? Консультанты должны знать обязательно социальные медиа. Наша компания является официальным медийным партнером Social Bakers в России. Наш партнер проработал несколько лет в Америке, разрабатывая стратегии именно в социальном инфополе. Поэтому у заказчика появляются такие плюсы, как то, что консультанты используют кросс-индустриальный опыт. Мы будем на стороне заказчика, потому что мы только разрабатываем стратегию. Нам неинтересно впаривать лишние услуги. Мы выбираем оптимальные каналы продвижения, потому что нам нужны результаты, и это наш имидж. Соответственно, мы проведем честный, грамотный тендер и подберем лучшие агентства для каждой задачи. Что здесь может быть? Вы выбираете одно агентство, нравится оно вам, хотите полностью работать. Оно занимается продвижением. Может ли она нам оказать качественные услуги по мониторингу? У нас огромная компания, поэтому компания, которая будет оказывать услуги, либо будет прикупать у профильной компании, которая занимается мониторингом, за счет чего у нас будет удорожание услуг, и мы не оптимизируем бюджет, либо компания попытается оказать сама, но представляете, какое социальное инфополе у компании СУ-155, например, или у любой другой крупной компании строительной отрасли. Я немножко позже об этом расскажу. Ну, благодаря этому всему мы сэкономим деньги и время заказчика. И отличный бонус для строительных компаний и любой крупной компании, когда они общаются с консультантами, их сотрудники получают дополнительные знания. То есть после общения с консультантами они уже могут самостоятельно решать ряд задач в социальных медиа. То есть для них это уже больше никогда не ведение своего life журнала. Они уже понимают процессы, сами выстраивают какие-то стратегии, пускай на мелкие вопросы. Но, в общем-то, определяться, наверное, каждый заказчик должен сам. Единственное, что я хотела бы добавить от себя, всегда взвесьте плюсы, минусы, оцените риски. Мы говорим о репутационном менеджменте. Тут каждое слово улетит и больше не вернется. И это всегда будет влиять на ваш имидж. По моему опыту, консультанты всегда окупаются на решать заказчику. Ну и почему я так вообще рассказывала долго, что нам нужна стратегия, какие-то консультанты. А вот почему. Вот такой у нас рынок строительных услуг в социальном инфополе на сегодняшний день. Это более 40 ресурсов, на которых большинство отзывов носят негативный характер. И это касается не только СУ-155, это вся крупная, любая крупная компания в строительной отрасли. Вот тут плохо видно, но это вот и ПИК, и Мортен, ДСК. Еще раз повторюсь, это проблема отрасли, а не одной отдельно взятой компании. Какие для нас возможности? Здесь наша целевая аудитория. Так или иначе, они обсуждают сроки заселения, качество жилья, коррупцию, ну что угодно. И мы можем мониторить, мы можем смотреть наиболее острые проблемы и работать с ними, общаться. Но есть соответственный риск. Какой риск? Информация, неконтролируемая от нас, уходит в оффлайн. Все люди общаются между собой, это соседи, это митинги и так далее. Мы это контролировать не можем. Кроме существующих клиентов, сюда же попадают наши потенциальные клиенты. Я покажу, как это происходит на следующем слайде. Вот посмотрите два крупнейших поисковика, это Яндекс и Гугл. Я выделила вам, это все те ресурсы, это первая страница поисковиков. Они все ведут на те самые форумы, где 70% негативной информации. Именно отсюда у нас возьмется 800 тысяч просмотров. Именно так наши потенциальные покупатели попадают на форумы с негативом. Ну и вторая сложная целевая группа, о которой я говорила, это чиновники, инвесторы и представители СМИ. Они по большей части у нас находятся в Твиттере, чуть реже в Фейсбуке и совсем частично в блогах. Ну вот посмотрите, Яна вывела опять-таки СУ-155. Негатив, 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 как видите. Конечно, изо дня в день Твиттер такой ресурс, ситуация по соотношению позитива-негатива будет меняться. Вот на день моего доклада просто было так. И почему я объединила их в одну группу? Вот эта вот схема взаимодействия этих сложных целевой аудитории в следующем. Смотрите, у нас есть Твиттер. В Твиттере публикуется какая-либо информация. Ее читает представитель СМИ. Обрабатывает. Ранее уже тут говорили, что у нас есть тенденция, что из форума в блогах все уходит. Обрабатывает. Если подтверждается достоверность, то уходит в офлайн и возвращается в Твиттер. Но уже, соответственно, прочитали негатив. Как они будут действовать? Они могут изменить нам условия выдачи кредита. То есть, опять-таки, негативная реакция. Итак, эти три группы будут плотно взаимодействовать между собой. Более того, информация, вне зависимости от нас, будет неконтролируемо уходить в офлайн и распространяться, что очень вредно. Итак, в связи с этим всем есть ряд задач, которые решают строительные компании в социальных медиа. Тут от привлечения информирования новой аудитории, формирования позитивного имиджа, организации интерактивной связи, онлайн-поддержка, борьба с негативом, антикризисный, пиар-поезд сотрудников, корпоративный, пиар-информирование прессы. Как вы видите, это практически полный спектр задач, которых можно решать в социальных медиа. Нюанс строительного сектора в том, что если мы решаем задачи, связанные с репутационным менеджментом, их необходимо решать комплексно. Если вы решаете только одну задачу, забывая о других, то это может привести к прямо противоположным последствиям от вообще желаемых результатов. Ну и как же наша компания СУ-155 решает? Вот, пожалуйста, официальная группа ВКонтакте, такой рупор. Какие здесь… Ой, здесь ушло немножечко, к сожалению. Но что нам позволила эта группа? То есть открыто доносить свою позицию до наших соинвесторов, информировать их о том или ином, о каких-то своих достижениях, возможно. Более того, вот здесь плохо видно, но есть обсуждения по всем микрорайонам, строительствам. То есть люди напрямую задают вопрос о сроках, качестве и так далее, и также напрямую в открытую получают. Это вот тот суппорт, о котором говорилось в предыдущих докладах, когда люди получают важную для них информацию на нужной для них площадке, на удобной площадке. Все это вкупе дало нам возможность получения некоего интерактивного инструмента. То есть, видите, мы, например, спрашивали у людей, что они хотят. Они нам тут же отвечают. Это наша соинвестор, это наша стопроцентная аудитория. Нам это очень важно. Ну, а что касается второй аудитории, то, как я говорила ранее, она вся в Твиттере, поэтому для СУ-155, как для крупнейшего ньюсмейкера строительного рынка, конечно, была эффективным и логичным шагом организация своего Твиттера. Ну и какие здесь задачи? Тут у нас формирование позитивного имиджа за счет того, что мы публикуем те новости, которые нам нужны. Это информирование прессы по той или иной ситуации, донесение до них нашей официальной позиции моментально. Это антикризисный пиар. Вот на антикризисном немножко остановлюсь. Посмотрите, ранее в Твиттере было такое высказывание о возможном банкротстве СУ-155. И в официальном Твиттере у нас появляются комментарии экспертов рынка о финансовой состоятельности компании. Ну, что меня не может не радовать, собственно говоря. Вот так работает антикризисный пиар. Таким образом, две эти площадки позволяют нам задействовать наши целевые аудитории и постоянно работать на имидж компании. Ну и к выводам по строительному сектору. Что тут сказать? Это один из самых сложных для продвижения в социальных медиа, особенно в разрезе репутационного менеджмента, за счет того, что разные целевые аудитории, большое количество негатива, сложность продвижения, высокие риски, невозможность применения западных кейсов, потому что иностранный рынок и наши это вообще разные. Сложность коммуникации, потому что много департаментов, отделов у нас задействовано, как я говорила ранее. Соответственно, у исполнителя не будет одного ключевого сотрудника, который оперативно сможет принимать решения. И многопрофильные задачи, которые необходимо решать в комплексе. Поэтому все это нас подводит к тому, что прежде чем выходить в социальные медиа, нам необходима стратегия. Если мы говорим о имидже компании, о крупной компании, то обязательно нужна стратегия. И с кем бы вы ни работали прежде, чем выходить в социальные медиа, обоснование использования каждой площадки, разработка механики для каждой площадки, KPI на том или ином этапе тоже должны быть показаны. Соответственно, просчет риска, заказчик должен знать, как с ними работать заранее. Иначе выходить в социальные медиа просто нельзя, вы можете нанести урон своей репутации. Опять-таки обучение сотрудников и разработка корпоративных правил. Итак, с кем бы вы ни работали, обязательно перед тем, как выйти, разработайте стратегию. Она вам позволит не только предотвратить негативные последствия выхода в социальные медиа, не только ответить на все вопросы, но также и сократить бюджеты. Каждый рубль, который вы вкладываете, должен работать только на позитивный имидж компании. По моему опыту, разработка стратегии консультантами дает нам экономию бюджета заказчика ориентировочно в 6 раз. Дальше решать заказчику, что он решает для себя, это его выбор. Ну, на этом все. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Вам, а потом вам. Спасибо большое. Меня очень удивило то, что в группе ВКонтакте продвигаете эту компанию. Расскажите, как и почему выбрали эту площадку? Ну, а как любая компания выбирает ту или иную площадку? Ну, смотрите, аудитория, это, мне кажется, не совсем контакта. Ну, чтобы у нас никогда, знаете, я как стратег всегда скажу, что казаться ничего не должно. Для этого ежегодно любая уважающаяся компания, я считаю, должна проводить мониторинг и отслеживать, где ее целевая аудитория находится. Иначе это просто безосновательное использование тех или иных ресурсов. Скажите, а как продвигаете ВКонтакте эту группу? Дело в том, что, если вы обратите внимание, у нас компания застраивает очень, ну, уже, сколько, по-моему, 2014 года кейсов 14 миллионов. Нам ее искать не надо, они нас сами ищут. То есть какого-то продвижения, как реклама, этого мы ничего не используем. Они находят нас сами. Четкий инструмент, ввиду того, что стратегия на данный момент реализуются, я не могу раскрывать вам. Да, но при этом у вас в группе ВКонтакте около 400 человек. Да, 400, 380. В принципе, для компании такого размера, это очень маленькая доля вашей аудитории, буквально, ну, не знаю, наверное, полпроцента, скажем так, ваших клиентов. То есть, соответственно, та информация, которая распространяется, она распространяется только на эту небольшую, маленькую часть вашей аудитории. И те затраты, которые, скажем так, компания направила именно на разработку своей стратегии в социальных сетях, окупилось ли это? Ведь это, скажем так, вы получили доступ только к небольшому количеству людей. Или так как группа открытая, то там не регистрируются пользователи? Ну, честно говоря, стратегия еще в процессе реализации, группа не так давно создана. По поводу того, что регистрируется, не регистрируется. Знаете, у нас есть такая статистика, что зачастую люди получают ответы на свои вопросы и просто уходят. Но здесь у нас идет самая активная аудитория. Тех, кого действительно интересует, у кого есть задержка по срокам, они получают реальную интерактивную связь. То есть, эти 400 человек, они постепенно подтягивают остальных с форумов. Кстати говоря, Александр, расскажите, вот форумы, насколько для строительных компаний еще актуальны? Я знаю, что просто у кого-то там очень много народу сидит. Ну, вот я тут рассказывала, это 40 ресурсов, это 40 форумов, на которых 70% негативной информации. Именно на форумах люди собираются, организовывают пикеты. И вот недавно был митинг на Тверской. То есть, они это делают постоянно для строительной отрасли. Это очень, очень актуально. И вот ДСК, ПИК, все могут меня, наверное, поддержать в этом. То есть, именно для строительной отрасли это, конечно, форумы. Почему? Потому что, во-первых, они там объединяются по своим домам, у них уже есть. Форумы, на самом деле, в строительной отрасли, они такие общие. То есть, вдалевки и так далее. Они направлены на всех застройщиков, соответственно. И люди организуются по своим корпусам, по местам жительства. И дальше они уходят в офлайн, где они встречаются, проводят инициативные группы, собрания и так далее. То есть, для строительной отрасли форумы, это, конечно, тот ресурс, которым надо работать, постоянно мониторить и знать, о чем говорят на них. Да, да, Ольга. Спасибо за ваш доклад. Вот вы говорили, что ваша аудитория самостоятельно самоорганизуется на форумах. А ВКонтакте и в других социальных сетях, они как-то самоорганизуются в какие-то инициативные группы? Вы, наверное, мониторите этот вопрос тоже. Вот чтобы они как раз не организовались. То есть, их нет самостоятельно созданных групп? Нет, то есть, мы сделали одну группу, где стараемся людям квалифицированно, постоянно работать с ними, рассказывать все проблемы, которые связаны и со строительством, и со сроками, чтобы не происходило дополнительных, соответственно, площадок, о которых вы сейчас говорите, о самостоятельной организации. Зачем? Если у нас есть официальный портал, который открыт, на котором вы можете высказать свое мнение, который не будет сильно модерироваться, если не информация, которая наносит вред организации без мата, то, конечно же, им выгоднее работать на официальном ресурсе и знать официальную позицию по тому или иному вопросу. Спасибо. Спасибо за доклад. На самом деле есть одна реплика и один вопрос. Реплика касается коммуникации СУ-155 в социальных сетях. Я понимаю, они сейчас формируют стратегию, и группа – это некое то, что было до, и такая некая самостоятельная история, которая сейчас выливается в большую стратегию в этом году, в начале года. Что касается коммуникации на форумах, на форумах коммуникации действительно важные. Я просто занимался тоже СУ-155 в том числе. И форумы используются как некое место локализации по конкретному проекту. Грубо говоря, компания делает проект Балашиха, допустим, там, ритейл, ну не знаю. Балашиха парк. Балашиха парк, допустим, да, и создается форум, в рамках которого локализуется весь негатив. Группа ВКонтакте – это некий такой формат попытки локализации в ВКонтакте. То есть приводят из других блогов в группу ВКонтакте. То есть тот самый социал-суппорт, о котором мы говорили ранее и понимали его непонятно. Абсолютно так. Что касается вопроса, у меня вопрос такой. Вы говорили про то, что стратегию нужно отдавать на аутсорсинг конкретно, если правильно сказать, консультантам, да, наверное. Вопрос следующий. Кто несет ответственность за реализацию этой стратегии? Если консультанты не реализуют проект? Ну, тут, знаете, кстати, есть отличная статистика, западная, правда, не наша, поэтому я не привела, о том, что 70% разработанных стратегий не реализуются или реализуются с искажениями. Поэтому я, конечно, всегда рекомендую взять шеф-контроль, чтобы консультант до конца нес ответственность на это уже пожелание заказчика. Более того, я рекомендую со своей точки зрения, заказчик должен решать сам. Он может сам сделать стратегию. Я, в общем-то, не настаиваю. Последний вопрос, если есть. Спасибо, Павел. Да, вот, пожалуйста. По воле случая я работаю в той же самой сфере, что и вы, не на федеральном, не на региональном уровне, но тоже на очень, так сказать, масштабном компании большой. Первая у меня реплика по этому вопросу. Реплика первая. Если вы считаете, что вы, организовав группу ВКонтакте и позволив там вступить 400 человекам и задавать им вопросы, если вы считаете, что они все этим довольны и не организуются где-то там же, в том же ВКонтакте или на соседних форумах, чтобы выражать там свое мнение и негатив. Если вы их не на вашей площадке, значит, вы плохо изучали, собственно, свое социальное поле. Они там обязательно организуются. Поищите получше, вы их там себе найдете. Потому что официальная площадка – это совсем отдельная тема. Это совершенно никак не возмещает потребность людей. Все равно где-то на стороне пообщаться и обменяться своими негативными, в том числе, какими-то мнениями. Но это реплика просто из опыта той же самой сферы. Теперь вопрос. А вот в этой группе ВКонтакте, вот у вас там, не знаю, 400 дольщиков, да, предположим, кто с ними там общается? Так, я можно сначала на реплику отвечу? Я прекрасно знаю, где наша аудитория есть, поэтому у меня был слайд с форумами и с теми местами, где они самоорганизуются. То есть я с этого начинала. Вы с ними не работаете? Я опять-таки говорила о том, что мы с ними работаем. Это называется мониторинг работа с… Мониторинг – это не… Мониторинг отслеживает, да, она отслеживает наше мнение, находит, если вы хотите технологии, то я вам могу ее рассказать, отслеживаются лидеры мнения, соответственно, да, и с ними проводятся работы, потому что у нас всегда у соинвесторов есть кто-то главный, тот, кто возглавляет те самые инициативные группы, пишет письма и так далее. Я думаю, меня поддержите в этом? Вот, как раз эти люди собираются на форумах, и для этого нам нужен мониторинг, чтобы понять, кто возглавляет группу. Ну, дальше механики мы можем в калуарах обсудить. По поводу вопроса, кто с ними работает. Это вот как раз к стратегии, да, и я говорила о том, что заказчик не понимает, какие департаменты должны работать, как организовывать стратегии, обязательно должны прописываться. Во-первых, рабочая группа, как ее организовать, какая схема взаимодействия есть, и кто будет за нее ответственный, и какие сроки у нас на получение ответов. Без этого мы не сможем оперативно реагировать. А для социального инфополя это очень важно. Да, мы уже говорили, в течение какого времени люди ждут ответа. То есть до того, как выйти, нам нужно научить сотрудников, объединить их и дать им четкие правила работы. Кто все-таки отвечает на вопросы? Сотрудники компании. Это и был вопрос. Спасибо. Спасибо, Александра.